здравствуйте друзья вопрос такой я бы его сказал распространенный но я зачитаю по бумажке чтобы вы его услышали в неповторимом звучание подлинника добрый день михаил хотелось бы подкинуть тему для видео возможно ни одному мне будет интересно и ваше личное мнение и актуальная информация по этой теме тенденции на рынке собственно тема ваше личное мнение по поводу всю жизнь платить за съемное жилье или только свое через ипотеку но свое интересует не только психологическая склонность иметь жилье в собственности но и чисто экономическая сторона этого вопроса учитывая ваш инсайдерский опыт в этой сфере недвижимость было бы чрезвычайно интересно если вы сможете озвучить какие-то реальные цифры процент от общей стоимости жилья идущий так сказать сверху за услуги ипотеки банка рост арендной платы за жилье и так далее если уже было на эту тему то туда-сюда но на эту я уверен что было отдельное может быть видео хотя мы неоднократно когда про жилье говорим мы так касаемся ну давайте мы отдельно поговорим о чем речь я начну с того с чего начинаю обычно курс по тестированию программного обеспечения поскольку у нас курс то нацелен на то чтобы работу найти интервью пройти там и так далее то вопросы мы разбираем да вот как ответить на такой то вопрос и и я говорю ребятам с возрастом чем больше мудрости то сказать вы давайте я переведу на дорогу это солнышко светит в камеру чем больше мудрости вам так сказать достанется по с возрастом некоторые говорят что с возрастом бывает возраст пришел а мудрость нет но мы не в этом смысле да вот чем мудрее вы становитесь тем чаще вы отвечаете на вопрос со слов зависит понимаете зависит вот поэтому и здесь тоже зависит но от начала от чего например может зависеть в соединенных штатах есть разные штаты с разной философией того откуда должны браться деньги на общественные нужды или грубо говоря бюджет штата вот как формируется например есть штаты с низким или вообще отсутствующим налогом на покупки вот этот value этот так значит и там селс такс как он там называется значит что происходит вот вы пришли в магазин допустим в калифорнии хотите что-то купить а вам смотришь сверху там 7 8 процентов ночи насчитали вот эти деньги ушли куда-то там вот в какой-то бюджет чей-то есть штаты вот насколько я припоминаю орегон такой что там вообще нет такого налога и люди видят ой какой классный штат смотри налога нету но остается вопрос если они с этого налога не взяли деньги в бюджет они с какого такого другого источника возьмут понимаете вот вот в этом смысле говорят ой в калифорнии высокий там относительно высокий селс такс да и относительно высокий там может быть налог штата относительно каких-то других штатов хотя он по прогрессивной шкале то есть для тех кто мало получает без разницы где они там живут но тем не менее но вопрос то остается существенный деньги откуда берутся и хоть вы слева подойдите хоть справа подойдите сверху заберетесь или снизу значит но где-то вы заплатите эти деньги все равно то тоже как вот не ходить к бабке-гадалке поэтому тот способ которым с вас эти деньги получают в частности влияет на то насколько выгодно или невыгодно и вообще вот разные аспекты приобретения жилья например вот есть штаты где высокий налог на собственность налог на собственность вот допустим если мы в калифорнии платим но вот там правда еще тоже от графства зависит ну примерно вот скажем там 1 и 2 процента скажем если дом стоит миллион то вы будете с него платить месяц тысячу долларов пропорти такс долог на собственность и вроде как пропорти а а есть места где ты заплатишь не две не тысячу а две с половиной а то и три заплатишь и так ну ближе к трем такие места тоже есть то есть есть штаты которые свой бюджет формируют вот из этого налога они из того знаете если вы не будете видеть всю систему налогов которые там присутствуют вы никогда не поймете значит где вас поимели но не то что поимели но вы будете думать что это вы всех поимели а на самом деле нет но что тут происходит если налог на собственность высокий то обычно в таких местах а люди предпочитают рендовать нежели например покупать потому что вроде купить ты купил а такие бабки платишь что как бы думаю что покупал из-за этого в таких местах плохо растет недвижимость в цене но то есть вас может там прошло 15 лет выросла аж на 30 процентов давайте а скажем в той вот вот что вот где мы с вами сейчас едем если прошло 15 лет так вырастет на 150 это разница вот и разница очень существенная давайте я может быть начну с того что когда мы там четверть век назад сюда приехали и через пару лет уже стали нормально работать там через три года мы купили нашу первую недвижимость это был была квартира кондоминиум и вот значит тоже вот вставали вот эти вопросы мы так напряженно значит разбирались потому что не было интернета не было чего-то такого вот пойти там с кем поговорить а потом люди которые вроде бы должны знать они все по-разному говорят вот так как бы перспективы то разные у всех ну и значит что что получается что получается значит вы можете конечно вот взять что-то в рент и и она будет в ренте и вы будете за него что-то платить и это по сумме меньше чем например если бы вы купили и платили морги мало то что она по сумме меньше мы же еще должны быть даунпеймент какой-то дать ну ну какой я не знаю ну там ну сколько то вот мы это первую квартиру свою покупали мы дали 10000 down payment если сегодня это может вам смешным кажется такая сумма то в то время это смешным не было абсолютно не было смешно это была очень серьезная сумма там вся квартира 130 стоил значит получается ты даешь деньги раз ты платишь больше 2 потому что ты теперь платишь association фи да вот это вот обслуживание ты платишь банку там с интересом на тот момент интерес был смехотворно низкий это было сказочно низкий интерес это было что-то 375 вот такого плана и если раньше мы эту квартиру вот в этом же доме снимали за тысячу долларов в месяц то так нам стало выходить что-нибудь ну может быть 1400 ничего себе вот за ту же самую квартиру ты вместо тысячи платишь 1400 но дальше начинается что да но то что ты платишь до 1400 вообще пропорти так что налог на собственность в конце года надо заплатить то есть там считаю же еще 130 в месяц значит считать 1500 платишь и вот значит дальше выясняется что налог на собственность вообще-то списывается моргич который ты платишь не сам моргич интерес который ты банку платишь тоже списывается с налогом таким образом получается что вместо тысячи это может быть там тысяча сто ну то есть практически то же самое ну и пошло поэт там еще есть аспект состоящий в том что все таки сравнивать надо вещи которые ну как бы равны или близки эти жить в квартире которую ты снимаешь и жить в квартире которая твоя собственная это две разные вещи и в доме тоже самое потому что если это твоя собственная квартира ты можешь там прибить то что ты хочешь прибить к стенке ты можешь ее начинать улучшать то есть качество жизни другой у тебя становится и обычно то жилье которое вот продается нам это жилье повыше качеством чем то которое сдается если мы про квартиры говорю они построены по-другому вот кондоминиум устроит гораздо лучше звукоизоляции например там и так далее поэтому это не совсем вообще одно и то же но мы как бы сейчас больше про финансовый аспект но все-таки когда мы про деньги рассуждаем мы должны понимать что там как бы это вещи похоже или или близкие а еще лучше идентичны вот тогда удобно цену сравнивать дальше начинается такая история вот значит итак первый фактор это налог на собственность обычно там где налог на собственность высокий недвижимость не растет в цене значит у нас вот тут на местности я бы сказал что примерно за 10 лет удваивается значит за 20 лет соответственно там учетверяются и так далее вот та квартира что мы за 130 тысяч купили это было ровно 20 лет назад 22 года назад она сейчас стоит 800 значит вот вот так идет если бы мы ее купили в техасе за 130 тысяч ну там можно было допустим дом мы купили бы дом в техасе за 130 тысяч а он бы сейчас может быть стоил 160 я не знаю а можете те же 130 не не уверен что с учетом инфляции просто потери денег было бы правда вот и мы присматривали к чему-то в техасе в районе остина какой-то момент специально со света и поехали там куролесили смотрели чё чё к чему там газа лучше в то время не знаю как сейчас в то время там давали всюду move in bonus то есть если ты покупаешь тебе вот и еще там тысячу долларов и там полторы или две дают на расходы по переезду например или там допустим ты что-то покупаешь как инвесмент и хочешь сдавать так с тебя значит агент который будет значит с тебя сдавать он одну для тебя сдавать он одну месячную оплату берет за сервис и еще одну месячную оплату за то что за каждый акт сдачи вот раз в год он сдает значит раз в год он берет месячную стоимость рента ну и так далее братья да не здесь как вот ты только вышел гриш я сдаю на тебя налетели не 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 ты гришь я сдаю все говорят кому какое дело там совсем по-другому иди продай иди продай иди сдай в эти совершенно другой мир поэтому люди которые живут в том мире да у них одна логика люди которые живут вот у нас вот тут например где дурдом сплошной и тут 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 совершенно другая логика тоже зависит да и вот возвращаясь к тем временам когда мы начали изучать изучать этот вопрос тогда были очень популярны вот эти совместные фонды мюшел фанц у нас называть вот эти мюшел фанц и вообще как бы я сток маркет изучал там ну так вот в простом таком варианте простые и на тот момент ну скажем 20 лет назад на тот момент говорили так что вот смотри недвижимость растет на 7 процентов в год за последние там 50 лет недвижимость растет на 7 процентов в год а это и есть удвоение за 10 лет на чтобы если вы знаете процент в год то вы должны 72 разделить на этот процент и вы получите сколько за 10 будет вот если мы 72 процента разделим на 7 годовых то вы получите что за 10 лет сумму удваивать вот говорят нам а значит это недвижимость всего там 7 процентов а мюшел фанц а вот тут ну которые поприличнее там ну грубо я стак маркет в целом да как представитель мюшел фанц как представители стак маркета вот там год допустим я не знаю там 14 процентов но тут же что 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 то получается значит мюшел фанц ты налоги плачет во первых этих 14 процентов во вторых каждый год то есть это меньше дом стоит и стоит растет и растет во вторых дом вот мы заплатили 10 тысяч правильно за квартиру выросла на грубо в среднем на 7 процентов но ведь 7 процентов от 130 тысяч это же не 7 процентов от тех десяти которые мы получили положили в down payment это же 7 процентов от всей суммы то есть получается что это уже какое годовое интерес то получается правда если допустим если даже вы купили ну там с двадцатью процентами down payment и выросла на 7 процентов так это же 35 это же не 14 годовых то поэтому но но еще раз есть много вза и много против и плюсов и минусов и вот начнешь считать я просто говорю о том что когда вы считаете или когда вы оцениваете можно так сказать есть разные разные идеи разные сравнения разная рыночная ситуация и пошло и поехало вот плюс есть места где очень многие люди инвестируют в недвижимость вот например если мы посмотрим на аризону на феникс там чуть ли не 30 процентов всей недвижимости это инвестмент люди покупают для того чтобы сдавать может быть они потом думают на старости лет там поеду или там как-нибудь туда-сюда но но 30 30 процентов владеют инвесторы что это значит это значит что апришиэйшин этот рост цены да очень сильно зависит от инвестиционного климата и последние там лет десять я думаю там ничего особо не выросло никуда понимаете там был под был подъем потом был спад потом и так она стоит потихонечку и цена на аренду по моему даже вот я бы сказал если сравнить с тем что было десять лет назад так может быть даже и упала немножко это зависит от наличия работы в этом месте но если вы живете там не вне вообще инвестируете а просто живете там то получается что вот вы так вот и значит несете на себе все последствия я не знаю насколько это правда но вот пишут что чуть ли там не 9 из 10 чуть ли не 9 из 10 миллионных состояний в сша это в real estate в недвижимости то есть если глянуть на всех людей у которых есть там миллион и больше не зарплата в год а вот как бы вот продать и что останется да значит вот 9 из 10 это недвижимость это не то что вот миллион которым он может оперировать это не то что миллион который вот у него свободно он может куда-то его деть нет но если он продаст свое жилье вот у него останется миллион и больше то есть то есть недвижимость является очень серьезным инструментом накопления даже если накопления не было изначально вашей целью скажем когда мы покупали квартиру мы думали о том где мы живем а не о том что там через 20 лет она будет дорого стоить понимаете вот меньше всего на свете думалось про 20 лет и даже 5 вот настолько не до этого было плюс добавляется к этому ко всему к расчетам добавляется элемент того что время идет экономика ну как бы значит тоже меняется география экономическая меняется какая-то территория которая была на подъеме сегодня на спаде или просто такая там застыл и никуда не движется то есть вы можете не в том месте приобрести недвижимость и ничего с ней такого в смысле роста стоимости не произойдет то есть грубо говоря так ну как оценить правда мы не знаем никто из нас не знает поэтому кто бы вам не сказал ой я тебе сейчас расскажу он просто болтает он ничего не знает даже те люди которые казалось бы по должности там ворочают многими там миллиардами сотнями миллиардов денег они конечно лучше нас с вами разбираются но как только если доходит до так сказать предсказаний вот что будет там вот десять месяцев от сегодняшнего дня они тоже не знают хотя может быть они точнее скажут я не сомневаюсь в том что они скажут точнее как бы статистически ну так значит когда вы следите за тем что люди говорят и во что это превращается вы видите насколько они не точны потому что много факторов которые не поддаются учету на самом деле вот значит мы возвращаемся купить или купить или жить в съемном я бы убрал из этого финансовую составляющую денежную составляющую до той поры пока вы не стали хорошо или более менее сносно ориентироваться в денежных вопросах понимаете да пока у вас не появится опыты инвестирования если вы хотите инвестировать то вы всегда сравниваете вот деньги которые вы положили в недвижимость вы можете сравнить хорошо а если бы я положил не в недвижимость а скажем гарантированные инструменты там какие-то рыночные там не знаю анюити какие-нибудь да там гарантированный процент там на пять лет купил на десять лет купил там а что тут а что там а сколько а какие хлопоты а в состоянии ли этим заниматься и так далее то есть инвестирование совершенно отдельная область если мы говорим про свежего иммигранта или скажем кого то кто думает стать скоро свежим иммигрантом и как ему там жить в америке покупать не покупать что то значит смотрите на то что дает вам радость жизни если вам как бы кайф от того что вы завели какую то недвижимость заведите недвижимость и балдейте и не думайте о том что вы наварите миллионы потому что вы может быть даже и потеряете но это не важно вы получаете кайф от жизни мало того если вы даже и потеряете бывают обстоятельства значит то вы приобретете некоторый опыт который за деньги не купишь ну или купишь но вот таким вот образом странным поэтому мое мой совет такой вот не берите на себя лишнего не слушайте умников которые вам говорят что сейчас вот это пойдет а то упадет а там еще чего то вот не надо вот скажите себе у меня есть деньги я хочу отдельную жить в отдельном жилье в собственном значит почему вы хотите в собственном жилье потому что вы хотите сделать вот такой ремонт чтобы у вас здесь висела вот такая картина потому что дальше неизвестно будет куда ее можно повесить очень многие вещи ты покупаешь конкретно вот под то что у тебя есть мы когда дом продавали в Лусалтов мы его отдали вместе со всем что там было но мы там немножко картин забрали не все мебель всю оставили практически потому что ее некуда деть она покупалась вот чтобы вот тут стоять понимаете она и все невозможно хорошо там складной стул понимаете он куда угодно уехал он с тобой а когда это здоровенная фиговина и она вот вот этого размера и вот в этом стиле сделана она в другом доме уже вида не имеет так все и бросили дороже было бы вывозить там или продавать еще бы весь пол из царапали пока это вытащить оттуда короче вот так смотрите вот мой совет по жизни такой вот получаете удовольствие если пройдет там 10-15-20 может быть 5 лет и вот эта недвижимость вдруг станет стоить каких-то жутких денег ну так кайф ну кайф вот а если вы хотите там именно инвестировать ну изучайте инвестирование изучайте дело такое это неплохо это очень полезно хорошо разбираться в том что в мире происходит деньги туда деньги сюда очень очень интересно увлекательное занятие я отдал дань этому всему ой господи даже вспоминать не хочется в общем мой совет такой счастливо в том что все это было наверное можно увидеть а что в общем Субтитры создавал DimaTorzok